Всем привет, друзья! Мы с вами продолжаем проходить Дивинити. Что ж, давайте перенесёмся в город и попробуем с вами сделать квест с кольцом, например. Потому что, ну, вроде как мы уровень получили, может быть, будет попроще. Хотя, верить в то, что будет проще, оно немножко опасно для нас же самих. Ну, да ладно, я, как и говорил, нашёл вроде как лазейку. Давайте попробуем её использовать. Если выгорит, ну, будет здорово, нам помогут местные магистры. Ну, если не выгорит, будет, конечно, похуже. Но посмотрим. Я так думаю, что они должны всё-таки к нам на помощь прийти, в случае с чего. В общем-то, хотелось бы, чтобы у нас была какая-то внешняя помощь в данном приключении. У кого есть телепортация? У Сибилы, да? То есть, кольцо мы в прошлый раз обнаружили, но мы помним, что когда мы его поднимаем, там влазит ворюга. И это не есть хорошо. Но, поскольку мы с вами хитры, мы берём вот так, оп. Так, стоп. Не, ну, сейчас поближе подойдём. То есть, как я и говорил, мы можем с вами это кольцо телепортировать куда нам надо. Я так думаю, что мы ещё разок его телепортируем для верности и безопасности, скажем так. А чего у тебя физическая брони 47? Ну, ладно, мы можем, в принципе, кинуть ещё 134 на себя. И это уже будет что-то. Я, правда, ну, не знаю, выгорит или нет, но, как видите, да, тут разрабы немножко впустили тот момент, что мы можем с вами, оп. И вот этот триггер активировать вот здесь. Да, то есть кольцо теперь наше. Забавно у них-то трэба выводится. Наряжем её на филеечки. Прелестно. Ну, и должны, соответственно, были появиться враги в этот момент. Они, кстати, это и делают. Давайте заюзаем взмах крыльев, ну, чтобы в случае чего мы могли улететь. К сожалению, вот паузу мы с вами поставить не можем. О! Да. Ну-ка. Ага, никого пока не можем запануть. Но просто было бы здорово подкрасться. А вот с той стороны мы можем кого-нибудь запануть и прям в город кинуть сразу. Это бы тоже было, наверное, неплохо. Хотя мне бы... Ну, я даже не знаю насчёт города. Кто нас здесь видит? Кто вот настолько палит нас, что... Эх, бочек. Чёрт. Не, ну, не есть хорошо. Как-нибудь хочется как-то и хитро сделать. Оп. Опа. Это слишком далеко. То есть практически. О! Есть. Есть. И вот это исчадие мы можем кинуть. А, чёрт, я на себя броню не кинул. Сейчас посмотрим, может, она переживёт. О! Она пережила. Она пережила. Чёрт. Ну, мы оказываемся прямо вплотную к врагу тогда. Ну, ладно. Допустим. Взмах крыльев. Раз. Да, то есть мы можем куда-то перелететь. А чёрт бы с ним, окажемся вплотную. Фух. Так, теперь прыжочек. Прыжочек. Так, у нас есть адреналин. На себя, естественно. И... Девчонки, беги вот сюда. Со всех ног. А Лоу сейчас тебя подлечит. Во. Остальные входят в бой. Но на остальных, как бы, мне пофиг. Мне главное, что магистра тоже вошли в бой. А, ну и может быть... Может быть, Сибилу ещё ход переживёт. О! Фух. И вполне возможно, она таки его переживёт. Хе-хе-хе-хе-хе. О, собаки пошли. Правда, они пока не поняли... А, нет, они поняли, кто враг. Вы серьёзно, че? О, нормас. О, нормас, смотрите. Не можешь справиться сам, но... На таких понтах 5 хп. То есть мы с вами выжили с 5 хп. Ох. Ну, я так думаю, что первым делом надо лечить всё-таки Сибилу, прежде чем делать что-либо ещё. И давайте ауру уклонения за юзем. Эм, да, оно стоит очко истока, но я думаю, нам выжить этот ход будет гораздо важнее, чем что-либо ещё. И давайте ещё бафнемся. А, но фейн при этом может призывать своих вот этих вот ненаглядных. Кстати, приятно, что спиритизм могут юзать все. То есть нет никаких ограничений на это. Ну, я надеюсь, что наши вот эти вот магистры, ну, как минимум, не получат от нас ауешкой раньше времени. Так, эм, сбить. Давайте собьём просто на всякий пожарный. Эм, так, красный принц. Да, так, эм, мм, 4 хода. А вот это на 3. Но у меня всё равно, как бы, профит с этого есть. Я думаю, чуть-чуть есть смысл нам раступиться. Потому что враги в нас всякую дрянь кидать будут явно. Да и давайте, наверное, ход закончим. Так. Так. Ну, а здесь, опять же, мы просто врубим рога. И будем призывать. Интересно, мы... Мы что, все с одним будем? А, нет, сейчас придут. Сейчас все придут. Чёрт. Я что-то надеялся, что мы этого избежим. Ну, нет. Ну, нет. Сейчас ждём гостей. Готовимся встречать. Ай. Ну, ладно, что делать. Ага. Вот, там что-то активно прям оббачивается всё, что может делать. Ой. Ты что сделал, Вась? А, это лягушка, типа, погибла. Так, ты, девчонка, отходи нафиг назад. Вот, серьёзно, пока у тебя не будет хорошей брони и всего остального, ты даже не лезь никуда. А хотя у неё уже довольно-таки неплохо. Ага. И собак сутулые вперёд пошла. Ну, что, будем брать пример с собаки сутулой? Давайте чуть-чуть тоже вперёд прыгнем, просто чтобы бой раньше времени не закончился. Вот. А, магическая броня, доспех мороза, вернее, давайте на Сибилу тоже кинем, потому что она наносит довольно-таки много урона, но она вот получила в какой-то момент порча. Ну что? Ну, я так думаю, что есть смысл выйти и попытаться попровоцировать. Но что-то как-то не очень провокационно получается. Ну, давайте, лягуль. Просто иначе у нас этот эпизод и выйдет этим боем. Но, в принципе, если удастся победить в этом бою, я уже буду счастлив. Потому как мы к нему подошли, ну, довольно-таки слабенькие. О, идёшь? Оба. Во. Пришёл. И смотрите-ка, он один против нас. Сибил. Ух, магистром достаётся. Ой-ёй-ёй-ёй-ёй. Да, ну, как предполагается, что мы вот с этой дрянью, да, будем бороться? Чувак, только по нам не попади, а? Чувак. О, охладил. Нормально. Так, девчуль. Ну, чё, самое время её вомбо-комбо делать, но у неё крылья включены. А. И ладно. Не, не ладно. Давайте голову медузы врубим. Да. И, допустим, камень под засранцем кинем. Ну, то есть будем работать, короче, по всей его броне. Потому что лягухи, кажется, решили к нам не идти. А тут ещё ищейка неплохо так этой фигне снимает броньку. И смотрите, в принципе, у врага броньки-то и не осталось. Может быть, у нас с вами куча магических стрел. Я их накрафтил и думал, когда же мы... Ну, они нам пригодятся. И мне кажется, вот этот тот момент, когда пора взять электрические стрелы... Я же их дофига сделал. Три. Вы издеваетесь. Или я сделал дофига наконечников, а стрелы не изготовил. Нокдаун. Давайте нокдаун. Тоже нормально. Опа. Сбили? Да, сбили. Сбили. Ху-ху-ху. Ну, я так думаю, что если мы с Молохом разберёмся, то уже лягушки... Ну, у нас есть помощь там и магистров, и всех остальных, и собак с нами. Сутулое. В принципе, я так думаю, что пси-толпы... О-о-о. Слушайте, а они плохо. Я вот хочу сказать, что при прочих равных, ну, вот эта вот находка с телепортацией кольца, она оказалась прям отличной. Ну, это уже в который раз, да, мы работаем по принципу, голь на выдумки хитра, но что поделать. Тактический режим, фиговые шмотки пока что. А как-то дальше проходить сюжет хочется всё-таки. Ну, ладно. На. А давайте отойдём. У нас тут есть псина, у нас тут есть все-все-все, и, в общем-то... Ну, слушайте, нормальный замёс внезапно. Ну, вы видели, да, на каких понтах вообще выжилась Сибила. То есть, насколько ей там было плохо. И вот до этого просто этот дрянь телепортировался и ваншотило. То есть, вот этот вот уровень, который мы получили, он прям стал, ну, можно сказать, решающим. Ну, не решающим, но это именно то, что перевесило чашу весов в пользу того, что наш персонаж будет немножко жить. Конечно, вот это вот с гранатами, чувак. Ай, ну ладно, смотрите-ка. Собаки делают пыщ, опыт, я так понимаю, мы все дружно делим. А если мы тут все друзья, то чё бы и нет. Плюс они могут кого-нибудь прибить. Да? То есть, если попрёт, они, например, прибьют магистров. И мы ещё сможем магистров полутать. О, собак полутать там. Но при этом, кажется, да, один магистр-то уже всё, валяется. На расслабоне, на чиле. Ну, и даже если, ладно, там, как бы, счастье не произойдёт, и магистров они не прибьют, в любом случае, согласитесь, бой нам сильно облегчили. Ага. А вы знаете, я не полезу. Вот, как бы, зачем лезть, если, в принципе, ну, за нас всё практически делают. Там потом придётся прийти вот ту ещё лягуху на пристани прибить, но я думаю, что вот всей толпой на одну лягуху мы уж как-нибудь справимся с вами. Главное сейчас случайно магистров не задеть никак, и будет нам счастье. Ну, и чтобы магистры, ага, чтобы магистры нас не задели случаем, это тоже будет... А, ну, знаете, иногда, допустим, я понимаю, что прошло много лет с того момента, но в первом фаллауте такое бывало, когда твой помощник случайно атаковал кого-нибудь. Вот, наконец-то мы можем сказать, что мы с вами отличились полностью. Вот, и потом считал этого врага, ну, своим чуть ли не главным врагом всей жизни. Ладно, ну чё, вот сюда куда-нибудь прыгнем. Вообще, по хорошему счёту, нам бы можно было её и привезти сюда. Хотя там кто-то к нам идёт. Хорошо, но если идут, пусть идут. Вот, видите, никто особо не хочет форсировать вот этот вот Рубикон. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. А, нет, нормально. Во, во-во, здрасте. Да, ну, пока, короче, страдают только... Ага, ладно. Ладно, теперь страдаем мы все. Но Красный Принц может подойти и вырезать этой дряни. Правда, сейчас мы кучу магической брони потеряем в процессе. Но... Вот это было неприятно. Ладно, попадёшь? Попадёт. Хух. Я всё ещё боюсь попадания прямого по собаке. Ай-яй-яй, не-не-не-не, только-только-только-только-только, Вась. Вась, только не гранату, а? Давай без гранат сегодня. А то будет смешно, если в итоге наших прибьют не кто-то, а наши союзники-магистры. ладно здесь чё проклятый пар да я не пойду в проклятый пар я вот здесь а а умно тогда выйдем из проклятого пара вот мы и прогулялись проклятым парень а знаете чё вот я так чувствую что нам если прилетит то прилетит от своих же поэтому хоть я и говорил что нам бы эту жабу поближе вот теперь нам бы эту жабу подальше и какую слепоту я кинем мы можем смело в принципе распоряжаться нашими обилками в данный момент ой а потому что ну остались считанные два врага так фейн был бы здорово конечно а он может прыгнуть все фейн может прыгнуть и он наверное вот куда-нибудь суда тогда перенесется и можно добивать ой серьезно ну как же так же ладно а но в принципе красный принц может просто подойти и добить тоже невеликая задача забыл про вот это вот свойство так спасибо ну что теперь наш главный засланец mc самоненко пойдет вперед а вот обидно что у надо бы ей какой-нибудь прыжок феникса выучить конце концов то есть она конечно может попытаться сейчас пройти но не прельщает мне того пошла пошло дело пошел процесс проклятие ребят давайте сейчас вот без аое вот как-нибудь что угодно делаете только в принципе там беда с магической броней ладно давайте тогда просто вот так вот вот сейчас все всем миром по чуть-чуть буквально по тычку сделает каждый и штука это погибли вообще прям чуть-чуть не хватило ну все ладно прожмем как всегда наш отдых ну вот смотрите и дело пошло короче ну практически по весь эпизод мы на это да и потратили с вами но зато это было гораздо проще чем пытаться это все дело замутить честно плюс в варианте интересный хитрый способ или просто в лоб пересилить мне гораздо больше нравится интересный хитрый способ что ж самое время поговорить с тобой дядь рыболов в ужасе взирает на воду и что-то бормочет себе под нос когда вы подходите он смотрит на вас жуть какая работа пора сменить коз буду пасти в горах приправами в пустыне торговать что угодно только не это ищут же людей для переезда в империю там с ищадиями как замечаем что если его отправят в империю скорее всего он пойдет на войну против наших сородичей стыдно-то как жена будет смеяться вечно я как ляпнул хоть магистров по носим извини уж дорогой или дорогая боги опять огонь говорим что мы только что нашли в воде кольцо его нашел вот благодать жена будет в восторге то есть было бы если бы об этом узнала но она не узнает конечно не знаю как тебя облагодарить да жалимся отдаемому кольцо он надевает кольцо на палец она слишком свободный болтается мне уже лучше надо жарить слегка чтобы другой раз его не потерять нельзя же рассчитывать что всякий раз меня чужие спасать будут на тебе всяк спасибо все на лучшего он выпрямляется с уверенностью которой в нем прежде не было и возвращается к рыбалке ну чё победили вопрос заслуженности он такой давайте его оставим философом но при этом ну получили опыт за все это и сейчас посмотрим кишка с посмотрим с вами на кишки в общем-то я все это ради кишока глаз и делал конечно же они ну смотрите высококачественная сущность воды и там что-то типа кристальчика но и плюс заметьте что магистры подуспокоились ну потому что их стало меньше опа книга навыка призыв нефтяной капли нефтяная капля вылетает в указанную точку нанося 50 51 урона землей в зоне поражения капля атакует в ближнем бою нанося урон землей оставляя после себя нефтяную лужу ухты а требуется при этом превращение почему-то ну ладно допустим а я все еще сомневаюсь что магистр будет не прочь того что мы облутаем на его коллегу но он не окей хух ну что с этим покончили это уже здорово а дальше нас вот тут есть твой point монастырском лесу что-то у нас как-то много всего осмотрано внезапно оказалось надо же а вот здесь вы point на заставе я так и не собрал то есть я там загружался сохранялся сохранялся загружался и мы с вами остались без вейпоинта давайте опознаем что за перчатки нам дали так и бы но все на я конечно видел вашу мощного вы видели мою хитрость давайте не будем сейчас не будем сейчас ссориться на ровном месте а так вот там просто по пути находился тоже интересный клёвый ну не квест ивент не event я не знаю короче как это назвать но давайте доберемся оттуда и в общем на это глянь давай скажи нам что за перчатки потому что с перчатками у нас в целом беда одно воровство две инициативы ну как-то вообще ни о чем и ни к чему а но пока он не повысил уровень давайте я сейчас все соберу по стоп давайте проверим чё с крафтом потому что где стрел все есть странно что как бы я же изготовил из зубов кучу вот этих электрических наконечник а где там а один момент час просто мне казалось что я их сделал настолько много то можно было свою лавку открывать она внезапно все куда-то испарилась а вот они смотрите хорошо возможно надо вручную первый раз соединить это с древком получить результат и тогда у нас будет рецепт потому что я сейчас в бою был очень удивлен что я полез и нифига вот наконец-то электрическая стрела отлично вот и где они там 20 штук понимаете я ожидал что они будут меня ждать в рюкзаке а они меня в рюкзаке не ждали вот теперь гораздо спокойнее ладушки сейчас я все продам и встретимся уж что ну прям четко у нас получилось 2 801 копье я опознал но конечно клёвое но к сожалению оно ловкостное да то есть оно нам но никак не поможет в наших битвах а вот амулет ну дает интеллект аэротургию но в целом ничего особого из себя к сожалению не представляет да и я так думаю что ну найдем мы с вами еще клевые вещи и давайте я доберусь сам до заставы паладинов и мы с вами там встретимся когда я там чекпоинт соберу потому что это уже было у нас нашли алтарь суперски и можем попытаться часто никто не наступит а обошли прекрасно еще и ловушку обошли так вот на другом берегу реки правда там довольно таки высокоуровневая вот эта вот штука ну то есть блин и надо было исток лоуся восстановить но на самом деле трата одного очка истока не такая уж и страшная потеря но с учетом того что мы смогли сделать так вот мне вот здесь казалось бы мирная рощица а там происходят как всегда мутные темы форди четыре оленя стоят у полу разрушенного алтаря три из них желтовато-коричневые мощные самцы и они замутненными глазами глядят на четвертого огромный черный скелет мерцающий болезненно зеленым светом сейчас сейчас течу а вмешиваемся похоже что это олень и щаде пустоты и желтовато-коричневых оленя трясут рогами и туман в их глазах разбиваются что где мы насекомое всегда являешься туда где тебя не ждут довольно ну нормально а нет ну все просто когда я сюда случайно зашел мне вот остальные олени сильно помогли просто чувака уничтожили буквально заход и уровень ваших врагов намного выше вашего возможно стоит отступить и вернуться когда вы станете опытный дух хорош это уже стало на самом деле некой норм так давайте вот сюда вызываем покемона я так думаю что мы его бафом раз бафом давайте адреналин заюза да в принципе адреналин но ничего плохого это просто мы два очка действия забираем из следующих ходов но на этот просто было бы хорошо уже на этот ход чуваку объяснить что он не прав да для этого его было бы здорово но сбить с ног как минимум чтобы сбить с ног нам потребуется но вся наша убедительность что ли и вот тут мне кажется не гораздо ширнее будет просто фейном пострелять я забыл что враг 14 уровне мы можем ли они на сто процент окей окей оси била а не могла бы ты вот этого товарища вот куда-нибудь сюда перевести зачем я это делаю чтобы красный принц мог спокойно его попытаться застанет потому что вот потому что попади мы по оленям они нам спасибо за это не скажут опять же этот бой которым нам надо сильно полагаться на наших союзников ну вот а дальше наши друзья олени я думаю нам немножко помогут со всем этим как минимум я на это надеюсь и не будем ничего предпринимать а что могло бы хоть кого-нибудь еще ранить просто будем его тыкать и все а вот тут кстати момент когда можно было бы уже кого-нибудь призвать сейном и давайте наверно мы это сделаем потому что ну если до этого важно было снять всю броню то теперь просто надо наносить урон иметь возможность чуть что чувака но отправить опять в нокдау в целом урон а девчуль боюсь я что мы кого-нибудь заденем ну да ладно да пока нормас так красный принц давай шлёп хорошо кукуня кстати магическая броня 78 то есть к сожалению все наши вот эти вампиризма и прочее они даже дальше максимума ничего не восстанавливать но я знаю что сильнее будет стрельнуть но поскольку у нас тут такая уже такой между собой чик пошел он снова лежит но когда бы нам настолько на халяву дали прибить а противника заметно выше уровнем чего 14 уровень на четыре уровня выше нас сегодня просто не его день а за это мы получаем сущность земли туманный кристалл и еще одну сферу истока но еще и рок звериная шкура я не знаю может в каком-то крафте они нам когда-нибудь пригодятся что нам скажут на это наши друзья олени олень тычется вам бокс вами мягким и ласковым носом спасибо мой мягкий друг на теперь бегом она она правда мертвая у меня такое ощущение что в голове вместо думалки перекати поле катаются если бы ты не пришел во время я мог превратиться в такую же тварь спасибо моим счастливым врагам что ты все таки явился никто не назовет меня трусливой ланью но если бы не ты эта тварь она бы не знаю чтобы она сделала и хорошо что не узнал я бы сейчас корову целиком сожрал я я сам не свой амники алтарь древний лесной алтарь к которому некогда сходились олени резкой тенью выделяется в солнечных бликах он притягивает вас к себе возможно все дело в слабом приятном тепле который от него исходит а ага давайте осмотрим каменную конструкцию в поисках источника тепла по виду камни это просто камни если не считать порывы цвиши красных пятен на верхнем из них тут нет ничего необычного хорошо давайте преклоним колени перед алтарем и прочитаем молитву стир вы ощущаете слабое движение воздуха как будто на алтаре кто-то появился вы слышите голос исходящий непонятно откуда со всех сторон доносятся шепотки пробужденный это слово щекочет вам слух ты меня защитишь ты не можешь проиграть внезапно ощущение такое словно вам нанесли удар в сердце вы вздрагиваете когда это проходит вас узнаете что прыгать с поглотили только исток кажется прямо из воздуха шепотки развеиваются налетает ветерок чтобы тут не было мгновение назад все исчезает ухта обещание вечность и что у нас там и где она сколько у нас квестов после молитвы алтаре ко мне обратился невнятный таинственный голос который заявил что я из пробужденных но тут еще и а почему ты кстати край кару все относится рано но здесь из приятного есть старый сундук и опять же не хочу олени 14 уровня злить они испугались но никто к нам не это тарелка золотая жаль очень хотелось бы чтобы там что-то нашлось но желательно что-то чтобы нас усилило да то есть какая-нибудь бронька и или что-то в этом духе но к сожалению сегодня ладно давайте на этом наш эпизод закончим спасибо до хармса миша лебеди и юджина вольна за то что продолжает поддерживать канал всем вам спасибо за компанию в прохождении и до встречи в следующем эпизоде удачи счастлива пока пока увидимся